Украина увеличит объемы производства оружия, чтобы обеспечить потребности военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с силовиками в Славянске. Этот город несколько дней назад покинули сепаратисты. Порошенко также пообщался с местным населением и пообещал как можно скорее восстановить инфраструктуру города. Израильское ПРО перехватило две ракеты, летевшие на Тель-Авив. В ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа, Израиль наносит прицельные авиаудары по позициям радикального движения Хамас. По меньшей мере, 30 палестинцев погибли. Среди них как радикальные исламисты, так и мирные жители и дети. Сербия подписала договор на строительство участка газопровода Южный поток на своей территории. Строительными работами займется Центргаз, дочерняя компания Газпрома. Еврокомиссия критикует проект, поскольку считает, что в нынешнем виде он нарушает законодательство Евросоюза. Совет Федерации одобрил возврат к зимнему времени в России. Перевод стрелок на один час назад будет произведен 26 октября 2014 года. В дальнейшем сезонного перевода стрелок осуществлять не планируют. После разгромного поражения сборной Бразилии сразу в нескольких городах страны произошли погромы и столкновения с полицией. В Сан-Паулу разочарованные фанаты сожгли более 15 автобусов. В Куритибе жертвой гнева болельщиков тоже стал общественный транспорт. В Белу Аризонте около 10 болельщиков были задержаны, 12 доставлены в больницу с различными травмами. Продолжение следует... Продолжение следует...